Добрый день, дорогие друзья, уважаемые зрители, болельщики и все те, кто неравнодушен к стрелковому спорту. Стрелковый союз рад приветствовать вас в этом замечательном, спортивном, современном комплексе Лисья Нора. Сегодня четвертый соревновательный день. И сегодня, здесь и сейчас 8 лучших спортсменов, которые прошли полификационный отбор в упорной, честной, справедливой и, мы все надеемся, интересной и захватывающей борьбе разыграют комплект медалей чемпионата России. Финал данного упражнения будет проходить согласно утвержденным правилам, следующим образом. Вначале спортсменки будут производить серию пробных выстрелов с лимитом времени 5 минут. После мы их представим. Далее они сделают 3 финальных серии по 5 выстрелов с колена. Далее им будет выделено 9 минут на пробные выстрелы с коленом. Извиняюсь, 7. Далее они сделают 3 финальных серии по 5 выстрелов. Затем 9 минут на смену положения и пробные выстрелы. Далее 2 финальных серии по 5 выстрелов. В которой определится 2 бывших спортсменки. Далее последуют одиночные выстрелы. После каждого будет определяться выбывшая спортсменка. В случае... Здравствуйте, уважаемые друзья. Мы продолжаем наши трансляции с чемпионата России по стрелковому спорту. Булевая стрельба. У нас здесь, в Подмосковье, в Лисий Наре, в великолепном стрелковом спортивном комплексе, который всегда ждет гостей. Всегда сюда можно приехать, погулять, пострелять, заняться любым видом спорта. Но, конечно, в первую очередь стрельбой. Здесь в эти дни сегодня проходит чемпионат России. И определяется окончательный состав сборной команды России, которая уже в конце августа отправится в далекую Южную Корею на мировой форум на чемпионат мира по пулевой стрельбе. С вами в эфире ваши комментаторы, трехкратная чемпионка Европы, главный тренер нашей сборной пулевой стрельбы Татьяна Голдобина и Аланда Чен. И мы продолжаем следить за интереснейшими событиями. Сейчас у нас на старте еще один финал. Финал малокалиберной винтовки, три положения, 50 метров, девушки. Танюш, ну, наконец, мы пришли к твоему любимому виду. Ты из пневматической винтовки стрелял, из малокалиберной. Ты все знаешь об этом соревновании. Расскажи, в чем вот суть, в чем изюминка. Это одно из самых сложных, по-моему, в пулевой стрельбе соревнований. Три положения, надо поменять позу, надо менять, да, все, что, значит, да, связано с стрельбой. По-другому перенастраиваться. Это все достаточно, да, вносит свои такие коррективы для спортсменов, тем более для девушек. Расскажи вот об изюминках, об особенностях именно этого соревнования. Ну, вот это упражнение у нас вообще видоизменилось. И последние, после Олимпиады, последние годы мы, во-первых, кроме того, что мы раньше стреляли три положения по 20 выстрелов, сейчас женщины стреляют три по 40, то есть это в два раза увеличили. Поменяли положение, если раньше это было лежа, стоя с колена, по очередности сейчас колено, потом лежа, с колена, потом лежа, потом стоя. Вот, то есть такие изменения, ну, это вообще. И, кроме того, финал был 10 выстрелов, стоя, а теперь финал три положения по 15 выстрелов. Ну, я думаю, что это может выдержать не каждый мужчина. Ну, говоря уже о крупных девушек, которых мы сейчас наблюдаем на наших экранах. А учитывая, что еще и, да, очень трудный турнир квалификационный проходит, там тоже очень много девушки стреляют, и также из трех положений. И все это, конечно, так скажем, не лучшим образом, да, скажем, в физической подготовке. Мы смотрим стартовый лист, вы видите, у девушек результат квалификации. Юлия Каримова из Республики Удмуртия, мы прекрасно Юлю знаем, помним, много раз видели ее на соревнованиях. Лучший результат в этом виде. У Юлии Зыковой. Да, у Юлии Зыковой в этом. Юлия Зыковой 1175. Вот смотрите, если вдруг взять, поделить это напополам, это получаются заоблачные результаты по-старому. 87 надо и 85. 587, 588. То есть достаточно высокие результаты. Но с января, когда девочки начали это стрелять, мы заметили, что у них результаты резко выросли. То есть если раньше это было 580, но 85 для них уже был потолочек, то потолочек-то сейчас уже ого-го. Мало того, что два раза больше стреляют, так еще и потолок этот вырос. То есть девчонки молодцы на самом деле. Они быстро вошли в это дело, в это удвоение серьезное. Я думаю, что сейчас с мужиками-то они хорошо могут посоревноваться. Посоревноваться даже с мужчинами. Но тем не менее мы знаем, что в соревнованиях тоже и женщина, и мужчина, совершенно различная психология. Именно поэтому я очень часто нашим телезрителям говорю и намекаю на то, что женские соревнования гораздо иногда интереснее смотреть, потому что именно женщины интересны своими характерами, своим совершенно другим отношениям. к той ситуации, в которой они попадают в момент соревнований. Поэтому очень интересно за этим наблюдать. Хотя в турнире мужчин тоже мы нередко с этим сталкиваемся. Мы на контрольных на сборе проводим. Мужчины и женщины вместе. Побеждают девчонки? Да, девчонки хорошо с ними участвуют и хорошо им противостоят. И совсем даже если вдруг когда-то, не дай бог, конечно, это все нам смешают, мужчин и женщин, то я думаю, что это будет хорошо так смешано. Ну что ж, мы тоже так же, как и судья-информатор, представим вам участниц финала. Итак, Юлия Каримова, Валерия Филипенко, Татьяна Юшкова, Анастасия Галашина, Полина Хорошева, Вероника Павлова, Юлия Зыкова, как раз лидер после квалификации, и Марина Иванова, таковы восьмерка участниц финала. Итак, еще раз о правилах соревнования, квалификационные уже цифры, которые мы только что видели, уже в зачет не идут. Здесь так же все, как и в других видах стрельбы. В финале начинается все сначала. Очень большую работу девушки провели в квалификации, по 40 выстрелов они в каждом положении делали. В последовательность у нас, вы видите, сначала первая стрельба с колена, потом будет стрельба лежа, потом стоя. Общее время квалификации, вот девушки, в 2 часа 45 минут провели на стрельбище, и потом будет есть время немножечко отдохнуть. Мишени, естественно, у нас электронные установки. Ну, в финале, что для нас сейчас важно, 8 лучших спортсменок, квалификация не учитывается. Итак, начинают девушки стрельбы с колена, потом лежа, потом стоя. Финал будет состоять из 15 зачетных выстрелов в каждом положении. Первая зачетная серия. Итак, первая зачетная серия начинается. Это 3 серии по 5 выстрелов с колена. Всего на всю серию дается 200 секунд. С десятыми считается? Да. Здесь с десятыми долями, естественно, и все результаты суммируются. Далее будет небольшой перерыв. После каждого положения девочкам дается приблизительно 7 минут на смену положения. Они должны подготовиться, привести в порядок свою амуницию, расположить коврик, потому что следующий стрельбал будет лежа. Затем еще 3 серии по 5 выстрелов в положении лежа. Там уже 150 всего секунд на серию. Также с десятыми долями. Ну и потом еще 9 минут на смену положения стоя, потому что там штатив нужно будет поставить. Тоже кое-какие, да, провести мероприятия. За эти 7 и 9 минут они еще и должны и пробные отстрелять. Да, и пробные. Обязательно пробные выстрелы, конечно же, предстрелять в мишени. То есть все это, конечно, очень и очень непросто. Определенно такая суматоха. Да, суматоха с суматохой, но мы много раз говорили о том, что вот эти вот перерывы и взгляд на то, что девочки делают между сериями, тоже очень интересен, потому что каждый свой ритуал, каждый по-своему готовится к следующему виду. А вот вы посмотрите, винтовка же, это же как конструктор. И понятное дело, что если я стреляю с колена, то у меня такие же настройки винтовки не могут быть просто лежа и стоя однозначно. И за вот эти 7 и 9 минут нужно быстренько все это поменять и плюс еще и пристреляться. Вот я, например, помню, что если я переходила с лежа на стоя, то у меня винтовка стреляла в тройку, к примеру, в правый верхний угол. То есть ты оставляла все так же, как было? Даже не оставляла, в принципе, там все перекручивается, но все равно нужно сделать определенные поправки еще успеть. И все это, понимаете, в состоянии борьбы, в состоянии именно волнения финала. После каждого положения, вот сейчас, да, девушки сделают от ресей по 5 и 3, у каждой будет настроение определенное. У кого-то хорошо получится стрельба с коленом, у кого-то не очень. Надо менять положение, надо выходить в лидеры, надо как-то улучшать свой результат. И все это, огромное количество манипуляций, которые девочки проводят, и все это проводят иногда, да, в попыхах, в суете, потому что ты стреляла плохо в предыдущем положении, а хочется, да, сделать лучше. Или наоборот, когда у тебя хорошее состояние, после хороших выстрелов, и ты можешь с чувством, с толком, с расстановкой подготовиться к следующему положению. То есть здесь очень много разных психологически важных нюансов, да, за которыми тоже очень интересно наблюдать. Вот именно такой финал я никогда не стреляла в своей практике, но то, что я общаюсь с девочками, я говорю, это что-то неимоверное. Мы, говорит, не успеваем думать, если честно. Может быть, это и хорошо. Для женщин это иногда полезно. Необходимо технически правильно сработать. Хорошо, что здесь нет ветра. Это закрытый тир, когда проводится финал. И здесь только техника. То есть на самом деле выиграет тот, кто технически правильно подготовлен. И вот что меня совершенно иногда в этом виде оружия поражает, вот мы сейчас смотрим на положение девушек, да, вот чисто визуально, когда воспринимаешь только картинку, полное впечатление, что девочки абсолютно расслаблены. Надо быть невозмутимым. Да, абсолютно невозмутимым. Кажется, что они расслабленно сидят в удобной позе. Кажется, что у них абсолютно расслабленная рука, которая, да, вот палец лежит на спусковом крючке. А на самом деле это дикое напряжение. Юлия Зыкова у нас была победительницей первенства Европы среди юниоров в 2015 году. Ну, смотри, очень неплохо Юлия Зыкова сейчас отстреляла вот эту первую серию. Валерия Филипенко с оставанием 1,7. Из пяти выстрелов хороший результат. И даже небольшой... Да, тренера Насти Галашиной на экране. Тренеры в волнении. Так вот они числи... Эмоции. Эмоции, эмоции, конечно. Чисто, да, технически они девочкам помочь не могут. Хотя вот Таня сказала нам, что по-новому мы изгламируем. Сейчас разрешены, да. Да, после вот, когда будет перерыв, конечно, кричать не надо никому, что надо делать. Но вот когда будет перерыв, каждый тренер, да, сможет дать какие-то рекомендации, немножко поддержать, помочь своему ученику, своей ученице в данном случае. А неплохой результат, 52. И одна десятая показывает Юлия Зыкова. Ну вот она, в отличие от Исмакова, после квалификации как-то сохранила вот, да, это состояние еще. Лидерство, да. Вот ее тренер как раз слева. Слева. Ветеримный Александр, да. В рубашечке. Отличный, как раз волнуется очень. Такой ситуации, конечно, тренерам остается только наблюдать и кусать, так сказать, кусать себе ногти, я бы так сказала, потому что ты, ну, никак ты не поможешь спортсмену, который тебя отвернул, да, и он работает сейчас. Вот в данном, да, все, вот ты уже все сделал, настроил, сказал все, что мог, да, передал своему спортсмену, и только теперь вот можешь ждать вот этой вот отдачи, реализации. Потом вот будет момент, когда можно будет еще, да, что-то вложить, если что-то не доделали. Ну, на самом деле, да. Ну, как мы Сергея Альференко сейчас видим. Он даже, когда его сын стрелял, он даже дыхание так же, да, да, держит. Стрелял вместе с ним. Стреляет, конечно. Положение с коленом вообще, я считаю, что оно самое такое сложное, потому что очень много точек соприкосновения, и чисто по биомеханике нужно сесть так, чтобы у тебя центр тяжести был, скажем, на месте, и никуда тебя не завалило, ни вправо, ни влево, ни вперед, ни назад. Да, тут достаточно сложно и координационно. Должно быть комфортно, чтобы, да, ничто не мешало, ничто не отвлекало, но это очень сложно. Вот как мы обычно говорим, вот сядь на пятку, как на стульчик. Сначала сядь, а потом вот в этом положении возьми винтовочку. Они все сразу такие, ну как, ну как? Которые весят тоже, между прочим, не 2 грамма. Максимальный вес винтовки у девочек до 6,5 килограмм. И вот с блином 6 килограмм, да, 6 килограмм, сидеть на пяточке, как на стуле, очень сложно, понимаешь? И у всех такая растяжка, у всех качество мышц разное. Вот тут тоже ведь надо работать, надо этим тренироваться. Если честно работаем, да, мы изучаем, что у нас, какие мышцы играют, какую роль на каждом положении, пытаемся, конечно же, девчонкам помочь. Потому что стоя это должен быть серьёзный такой пор. Вот, опять же, стоя это ноги. А здесь мышцы должны быть растянуты, потому что вот здесь растянуты, да, верхняя поверхность бедра должна быть очень хорошо растянута, иначе же тебе будет всё там пульсировать со всех сторон. А должно быть комфортно, и вот должно создаваться визуальное вот такое впечатление, как будто человек абсолютно комфортно, хорошо сидит. На самом деле, внешне, как будто бы и так удобно. На самом деле, совсем даже неудобно. Сядьте-ка себе на пяточку, посидите. Ну что ж, Юля, очень хорошо сейчас прям взяла, да, как говорят, быка за рога. Решительно вошла в этот финал, и пытается даже создать себе фору. 103,9. Очень хорошая вторая зима. Лучше, конечно, оторваться. Да, да. Ну, как бы задел. Вдруг палали, как бы, всегда, девочки. На всякий случай. Вдруг что случится? Ну вот в этом финале у нас две юнерки участвуют. Очень часто в последнее время начали девчонки молодые мешаться более старшим. На самом деле, конечно, мы отмечаем, что это все-таки конкуренция для наших, тех, которые постарше. А вот, кстати, вот такая проблема. Вот это всегда очень интересно, как тренер реагирует на выстрелы своего ученика. Причем мне нравится, что все тренеры прекрасно знают, что они камеры направлены, стараются держаться на гизмотеку, и ни у кого это не получается абсолютно. Потому что все равно, вот, глаза, посмотри, выдают дикое волнение. Бегают, бегают. Дикое волнение. А посмотрите, у Юлины на мушнике желтенькая такая штучка. Это уровень называется. И винтовку же можно под разным углом наклонить. Так вот, приходится еще обращать внимание туда, чтобы ты с одним и тем же наклоном стрелял всегда ровненько. Вот пока вот нам показывают все нюансы стрельбы, и вы видите результаты. Я хочу вот тоже Таню спросить, если такая, мне кажется, проблема у вас существует. Стрельба, я много раз об этом в нашей трансляциях говорила, она подразумевает достаточно долгое пребывание в этом спорте. Да, физическая нагрузка огромная, и физические упражнения обязательно нужны, и этому уделяется в стрельбе, особенно в современной стрельбе, с такими видами оружия, конечно, огромное значение. Но тем не менее, по сравнению с бегом на 100 метров, так скажем, судьба человека в этом спорте длиннее может быть, и держать себя в хорошей физической кондиции можно довольно долго продолжать стрелять, выступать на соревнованиях. И вот в связи с этим вопрос. Если твои коллеги, ты уже давно тренером работаешь, я не русскую команду тренировала, сейчас ты главный тренер, но девчонки, с которыми ты еще стреляла, некоторые еще продолжают выступать. И очень трудно выгнать их из сера, потому что им просто это дело нравится. А где брать тренерские кадры? Сложно это? Есть такая проблема? Есть. Чтобы действительно опытные стрелки переходили на тренерскую работу? Есть проблема в тренерских кадрах. И по большому счету, когда, ну по себе тоже знаю, когда ты там сидишь, ну сидишь, сидишь, стоишь, не важно, лежишь, стреляешь, ты по привычке это все продолжаешь, и продолжаешь, и продолжаешь делать, ты в сборную, в сборную, в сборную. Потом тебе нравится, да. Да, потом ты просто делаешь это, потому что очень давно это делаешь. И на самом деле, я думаю, что должен быть какой-то такой человек, который тебя просто оттуда вытащит за уши. Расскажет. Вот пора передавать опыт молодым. Да, пора сменить просто направление. Что здесь полка в двух концах. Мы как тоже люди, занимающиеся спортом и любящие свои виды спорта, я тоже прыгала до 36 лет, и меня очень трудно из легкой атлетики вынимали. Нам всем трудно заканчивать дело, которое мы любим, да, и нам кажется, что у нас есть еще силы. И с одной стороны, это очень хорошо иметь таких опытных стрелков, которые, да, все знают, умеют вести себя на соревнованиях, и при этом показывают хорошие результаты. Это очень хорошо. И чем дольше они будут стрелять, тем лучше. Но все равно вид спорта должен развиваться. А развивается он тоже с приходом молодых. А эти места заняты. И тренерских кадров не хватает. То есть тут очень много факторов этой проблемы. И надо вот как-то их решать. Я считаю, что нужно, да, нужно вовремя просто зацеплять. Ну вот, в принципе, мы достаточно успешно в последнее время делаем. Мы и Свету Смирнову себе вот так вот вытянули в тренера сборной команды, и Владимира Исакова. Именно выдернули. Потому что тоже вот они вот размышляли, размышляли, пока уже не пришла им, не предложила, потому что она сказала, все, ребят, хватит, уходим. А вот так вот даже. Уходим. Да, вы нужны в другом месте. То есть я думаю, что нужно вовремя уметь сменить направление вектора и выбрать себе путь для развития другой совершенно. Итак, 15 выстрелов. Первое положение, да, закончено. Семь минут, как мы вам говорили. У девушек сейчас есть на подготовку оружия, на переход на другое положение, потому что они должны привести в порядок свою амуницию. Для того, чтобы лежать, надо уже совершенно по-другому костюм, да, зафиксировать. Нужно и расстегнуть, и вот некоторые снимают брюки, и перевинтить там, и крюк в другое положение поставить. Некоторые снимают и одевают на мушники и прицелы. И нужно все быстренько сменить и успеть пристреляться. Следом за ней на четвертой строчке Полина Хорошева со стыванием пять десяток. Ну что, сейчас мы видим такую хорошую подборочку того, что происходило в момент стрельбы положения. Сидя. С колена. Ну вот, мы, да, мы можем, да, ну так, сидя, да, потому что в пазу именно какую-то такую сидячую с колену, да. Ну вот мы и сейчас, вот как раз то, о чем мы с тобой начали говорить, смена... Вот, пожалуйста, грузики нужно еще повесить или убрать. Да, грузики, смена оружия, да, смена... Постелили, пустые, пуврики. Ремень нужно, вот видите, на ремне держится. Винтовка, то есть ремень нужно перекрутить. Ботинки развязать или завязать. Ну так, кому как удобнее. Некоторые, да, вот кто, вот как ты говоришь, на пяточку надо присесть, может быть, ботинки, да, если сильно завязать, тяжело. Да, они определенно завязаны. Да, иногда чуть-чуть шнуровочку ослабить. Здесь, когда надо лежа, может быть, их развязать, потому что, да, они не несут сейчас такую нагрузку, и можно ноги на время перед стрельбой своей освободить. Ну, если они будут завязаны, они будут мешать. Да, о чем и речь. Поэтому вот тут вот сейчас масса-масса всяких вот, да, движений делается, но при этом, опять же, в этой, так скажем, профессиональной суете... Тренер Полина Хорошева. Да. Она как раз сейчас на третьей позиции у нас идет. После первой серии волнуются тренеры, но тут уже все дали своим девушкам тоже какие-то, какие-то рекомендации, кто что мог выкрикнул, сказал. Но при этом, вот я говорю, в этой такой правильной профессиональной суете надо не забывать концентрироваться, да, на главном. И уже проводить работу над ошибками после первого положения. Ну, конечно. Потому что все-таки здесь от этого сейчас будет зависеть очень многое, потому что через какое-то время у нас, да, девочки начнут покидать тоже финал с наихудшим результатом. Поэтому тут вот сейчас... Полина Хорошева. Не так много возможностей-то. И сейчас вот девушки все новое положение зафиксировали и начинаются предварительные разминочные выстрелы. Потому что надо вот все, что они навесили, в грузике, вот как Таня сказала, да, перевинтили винтовки, надо пристреляться, естественно, и понять, все ли в порядке. А при этом надо еще красиво выглядеть. Это вообще отдельная история. Мужчина об этом никогда не думает. Нет, девочки всегда. Я смотрю, у них всегда маникюр, всегда подкрашены, причесочка. Да, причесочка. Заколочки. Позу вот даже, между прочим, тоже какую-то более-менее, да, эстетичную занятие. Потому что, видите, камера, она все выхватывает, все видно, как-то и прилично. Все лежат так довольно симпатично. Мария Ивановна на экране со своим тренером. И насколько тоже интересно у всех спортсменов и спортсменок тоже есть какое-то такое тоже свое фирменное положение. Вроде бы, да, положение одинаковое, положение лежа. Но у всех есть свои нюансы, кому как удобно, потому что физиология, конечно, всех разная. Одинаково никак не сделаешь. Мы уже даже столько раз это обсуждали с ребятами, когда кто-то пытается копировать все это положение. Я говорю, ребят, не получится. Ну, элементарно у вас части тела разного размера, да? И не получится у вас никогда сделать то же самое. Тот же даже сантиметр в разнице, там, в длине руке уже даст свою коррекцию. Поэтому можем, может быть, чью-то технику, да, чью-то можно взять за основу, но при этом все это сориентировать на себя, на свои какие-то параметры. Я думаю, что все-таки правильнее начать с классики, а потом уже дорабатывать. Ну, вот на пять выстрелов лежа, нам дается 150 секунд. Это две минуты и 30 секунд, пять выстрелов. Не олимпийка, конечно, то, что мы смотрели сегодня, но все равно. При этом действительно нужно понимать, что происходит. Анна Ивановна в свое время была очень знаменитой винтовочницей. Вот даже все, заколочки, чтобы прическа и сзади даже хорошо сглоплялась. Чтобы не было беспорядка на голове. Конечно, вот просто поражаюсь. Я когда была у вас еще в тире, вы мне давали подержать вашу винтовку, калиберную винтовку, как раз, по-моему, я держала. То, что это тяжесть для меня, вроде бы, человека тренированного, все равно тяжесть очень серьезная. И без стоя я даже и не могла долго держать. Шесть с половиной килограмм, да, сорок зачетных выстрелов. Плюс пробных. Я представить себе. Плюс 15-10, да, то есть это 50 выстрелов, 50-60 выстрелов, всего и с шестью с половиной килограмм, очень серьезная нагрузка, честно. А тем более сейчас, когда это 3 по 40, и плюс еще 3 по 15 финала, не знаю, девчонки, наверное, у меня было всегда такое ощущение, я говорю, слушайте, у меня такое ощущение, что я вас буду вытаскивать, и вы будете ползти. Да, девушки находятся в этих костюмах, да, они очень помогают стрелять, это великолепное вообще создание, вот, да, мировой, так скажем, мысли спортивной, стрелковой, но тем не менее в них, конечно, жарко. И в любом случае, да, 7 потов, сойдет вот в такое напряжение, да, в таком упражнении, хотя, казалось, да, никто не скачет и не делает огромного количества движений. Статическая нагрузка. Статическая нагрузка колоссальная. Но я вот о чем хотела сказать, я помню эту винтовку, Танюш, но вот то, из чего сегодня девочки стреляют, это небо и земля. Это космический корабль, я бы так сказала. Прошло 20 лет, но это реально, вот, знаешь, вот я смотрю сейчас на это оружие, мне кажется, что тогда она мне казалась чем-то невероятным, но сегодня вот это, если я сравнивать буду, это вот как мы были с тобой с топором в каменном веке, правда? Однозначно. Потому что сегодня это реально, это уже какой-то вот просто звездный войн. Ну вот кто создает это оружие, они, конечно, постоянно модифицируют, модифицируют постоянно какие-то подставочки для того, чтобы можно было подстроить как-то свое положение. Итак, начинают девушки уже свои серии выстрелы из положения лежа. Напомню, как она уже сказала, 150 секунд дается на эту серию. Три серии по пять выстрелов. Еще 15 выстрелов, которые сделают из каждого произвести. Пока Юлия Зыкова лидирует после первого положения. Полина Курчева на третьей позиции находится. Но Юля такой, может быть, небольшой еще задел, но все-таки, да, пару очков сделала перед своими соперницами. Знаете, расскажу такой случай, когда Юля выигрывала первенство Европы в 15-м году. Мы стреляли в Мориборе, и тут во время стрельбы в середине начинается шторм, дождь, гроза. И у нас прямо посередине прерывают упражнения на целый час. Прямо посередине. И мы целый час, значит, мы уже с тренерами и так, и сяк, развлекали, развлекали девчонок, лишь бы они духом не упали. В общем, потом гроза прошла, и мы начинаем продолжать, причем продолжать упражнения. С того места, где остановились. С того места, да, где остановились. И Юлька вот здесь, вот она проявила такую боевую способность, и она в итоге, она показала хороший результат, закончила, и еще и выиграла финал. Она боец. Она действительно боец, как бы такой человечек. Вот это, наверное, подчас даже иногда важнее, нежели чисто какие-то технические возможности. Юля Каримова. Юль Каримова из Ижевска у нас, да. Ну, пока четвертый результат. Вот Юля, она проигрывала три с небольшим очком. Ну, пока все шансы есть. Напомню, девочки, Ну, вот что-то забыла, наверное, перекрутить. Видите? Сейчас это добавляет, что-то, да, что-то доделывает. Ну, конечно, как говорится, это надо было делать в предварительных, да? Да. В разминочных сериях. Что-то, вероятно, или не успела, или... После четвертой финальной серии Юлия Зыкова продолжает лидировать и продолжает увеличивать свое преимущество до 4,6. Вот она уже, да. А нам картинку старую покажет. Да, это пока не те результаты. За Юлей расположились сразу две спортсменки. Мария Иванова. Вот здесь она еще выигрывала, да. Полтора балла побольше. Это после 20-ти выстрел. Сейчас она уже... По-прежнему, Валерия Чедеменко со сторонем 3-4 от Вероники Павловой. Молодец. Следующая зачетная серия. Заезжаем. Старт. Итак, пятая серия. Ну, так скажем, общая пятая серия. Вторая серия именно в этом положении. Еще пять выстрелок. Напомню, 150 секунд. По каждую серию. Это много или мало? Ну, для лёжа, полотенён лёжа, это нормально. Скажем так, сложнее. Да, хватает. Сложнее на стоя. Потому что долго, наверное, между выстрелом тоже не имеет смысла, да? Нет, на лёжу как раз-таки нет. Тут же главное завёл ножа. Тут главное лечь правильно, так, чтобы у тебя мушечка смотрела ровно-ровно в мишень на центр. И всё. А дальше только работа пальчика. Дыши и нажимай, как говорится. Чисто теоретически самое простое. Но для этого, конечно, нужна отработка положения, потому что лежать всё-таки достаточно долго. Ну, это больно. Рука болит, и плечо болит. И спина серьёзно. Спина здесь не особо как бы, да. Здесь в основном вот рука, локоть. Оно болит именно затекать, потому что вот, видите, как тянет ремень. Вот. Когда уже всё, она немела, ты уже её не чувствуешь. С одной стороны, для нас положение лёжа, оно такое естественное, приятное, комфортное, но смотря, да, вот как ты видишь, потому что здесь всё-таки нужно быть в напряжении, держа винтовку. Нет, как раз-таки рука не в напряжении. Рука... Нет, я про тело говорю. Ремешок держит винтовку. Просто здесь должно всё правильно везде упираться и лежать на руке. Если нигде ничего не пережимает, тогда вообще великолепно. Старый, структуру. Вот сейчас, кстати говоря, хорошо, очень видно, да, на мишени, и прекрасно это информативно для девочек самих, они смотрят, да, вот как у них распада, да, куда, куда, куда получается, потому что мишень, напомню, 50 метров, для нормального человека это очень далеко ничего не видно. Девочки тоже видят только черные яблоко мишени. Юлия Зайкова, по-прежнему лучше всех. Вот смотрим, старая картиночка, это старые результаты, это, к сожалению, просто 25 выстрелов, а у нас уже 30 выстрелов позади. Итак, завершают сейчас девушки, начинается шестая серия, и завершают девочки в положении лежа свою стрельбу. Еще 5 выстрелов. Видите, козыречки у всех девочек тоже, верхний свет, очень часто в разных соревнованиях верхние лампы достаточно ярко светят, вот, и нужно, вот, результаты, а общий. Верлана, мам, отнесли, не коммендатором, не зрителем, а мам, вот, 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 вот. Субтитры сделал DimaTorzok 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 А пока спортсменки меняют положение Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А он очень хорошо попал А он делает холостой щелчок И кладет пистолет То есть человек работал не на 60 выстрелов А на 61 Чтобы это последнее Чтобы слово последнее Даже если мы говорим заключительное Поэтому всегда В пример привожу Ребятам Вот такие случаи Которые действительно могут Служить каким-то примером Потом, в будущем И они так иногда говорят Что да, я вспомнил Вот этот именно случай Ну, правильно, правильно, потому что все должны передавать, конечно, опыт. Ну, вот мы говорили. Вот такой обрезочек перчатки. Обрезочек перчатки. Как это? Удобно? Ну, а просто пальцы здесь не нужны, на самом деле. Их отрезали за ненужностью, потому что они в некоторых случаях будут мешать. Ну, вот надо закрутить, да, то есть, в принципе, я могу остаться в перчатке, да, и так же шестигранчиком закрутить. А пальчиками, да, все чувствовать, все работать так, как это надо, потому что очень многое надо ощущать именно прям вот до кожи, как говорится. Напомню, что сейчас у девочек вот на подготовку 9 минут. Видите, у каждой девушки там есть свои часики, у всей есть даже секундомеры, все должно, видите, лежать так, как должно лежать, у всех все уже налажено, регламент у каждой свой. И будет 2 серии по 5 выстрелов в положении стоя. Не 3, а 2 серии. И дается на положение стоя 250 секунд, побольше даже, несмотря на то, что, да, вот будут 2 серии, потому что держать стоя винтовку достаточно сложно. И вот тут, видите, такой специальный штатив у каждой девушки есть, на который в перерыве между стрельбой она может положить винтовку для того, чтобы не держать ее все ремень, да, потому что нужно точно прицеливаться. Ну, вот даже этот штатив должен стоять так, чтобы не больше 45 градусов было по воротам винтовки. То есть все у нас настолько регулируется, правильно? А как же, а как же, потому что если вдруг рядом стоит человек, то нельзя направлять, конечно, все и в стиле безопасности, так же все здесь регламентировано, все четко. Я смотрю, какое количество таких тончайших манипуляций надо произвести. Это что-то невероятное. Знаете, как говорят, человек может следить одновременно за тремя вещами. Ну, на все 100%. Да, иначе рассеивается. Я все время думаю, вот сколько вот здесь аспектов, за которыми ты должен следить одновременно. У нас достаточно серьезный вид. Нет, три это очень мало, да. Очень сложный в этом смысле. То есть нужно проследить за всем. Мало того, что за собой должен следить, за оружием, за тем, как ты нажимаешь, плюс еще за мыслями, за своими, за всем в окружении. Вот костюмчики наши тоже регламентируются. Он только не регламентируется. Толщина, например, куртки должна быть, или брюк, не должна быть больше, чем 2,5 миллиметра. Гибкая она, то есть мягкая должна быть настолько, что она под цилиндром, который кладется на куртку, должна прогибаться на 3 миллиметра. То есть достаточно мягкая такая. Тут же запах у куртки должен регламентироваться. То есть там запах у нас, например, если зацепить за пуговицу, такой есть аппарат, то запах должен быть не больше 7 сантиметров. Ничего себе. Сейчас даже ботинки мерят. То есть ботинок должен гнуться, его ставят в такой прибор, и ботинок должен прогнуться на сколько там, на 22,5 градуса. Тогда он ботинком считается? Нет, тогда он проходит по правилам. А если он не проходит, то они просто говорят, товарищ, не проходит, иди ищи себе ботинки, те, которые проходят. А что, я буду просто поподнять, почему ботинки, которые меньше гнутся, более жесткие, они преимущество дают? Ну, плоская подошва, и тебя как бы не качает. То есть стоишь на них ровно, а они такие ровненькие. А здесь он должен однозначно как-то прогибаться. Ну вот, кстати, мировой рекорд в этом упражнении. Мы же с Нового года только женщины стреляем. Мировой рекорд поставлен хорваткой, которая олимпийская чемпионка, в Корее, опять же, на Кубке мира в апреле. И она попала 1180. Сейчас у нас лучший результат в квалификации 1175. Я думаю, что достаточно неплохо. Очень, нет, девчонки очень неплохо стреляют. Ну вот рекордный результат финала 467,4. Мне даже интересно, сколько у нас сейчас получится, да. Ну, я напомню, что сейчас вот, когда закончится уже две серии по пять выстрелов в положении стоя, две финалистки. Обратите внимание, сколько винтиков. Да, ой, все это надо, да. Вот вы видели, да, сейчас таким шестиграничком тоненьким. Девчонки подкручивали себе, сколько надо всего там, да, соблюсти еще. Винтиков ненормальное количество. И за ними за всеми нужно сидеть, потому что, если вдруг какой-то один раскрутился, да, то все, уже будет что-то не так. И когда, скажем, в тренировках мы тренируемся и понимаем, что где-то что-то не то, и начинается проверка всех винтиков, шпунтиков, все ли закручено, не закручено. Иногда в таких местах находишь вдруг, что что-то открутилось вдруг. Поэтому за этим тоже, конечно, надо всегда следить. Девчонки у нас технари вообще получаются, даже в этом смысле. Стоп. А вот еще нам разрешили стеклышки, то есть диоптер, и теперь мы можем стекло прицепить к прицелу. То есть если раньше очки носили, то сейчас можно к прицелу потихонечку его прикрутить, вот как сейчас только показали. Что не мешал вот здесь, да? Да, да, да. Как на теле. На глазник вот можно. Вот оно, это стеклышко, да. Потрясающе. Его можно к диоптеру прикрутить, и тебе уже будет... Не, ну это просто, вот я говорю, знаешь, как это тоже тончайшие настройки, тоже микроскоп, и при этом это вот как бы оружие, понимаешь, с которым... Ой, ну это потрясающе совершенно. Вот ты говоришь про три вещи, да, здесь. Оружие, все вот эти винтики, свое положение, там зрение, настройка, костюм, вот там, я не знаю, ботинки, чтобы здесь положить, чтобы все патроны рядом. То есть такое количество моментов, за которыми надо следить, и не просто следить, а толчайшим образом их выполнять. Ну вот, лидер наших соревнований, да, Юлия Зыкова, сейчас. Ну, конечно, здесь можно вот... Первый выстрел свершего. С чего мы все начинаем? С того, что мы просто убираем то, за чем не надо постоянно следить, да, элементарно, к примеру, кепки, да, чтобы не следить сверху за светом, все, ты кепку надел, ты про свет забыл. Или не мешает уже. И дальше так, то есть смотрим, зачем, что можно еще исключить, чтобы постоянно за этим не следить. Ну, беруши, видите, какие у девочек сзади с веревочкой. Да, наушнички одел, все, ты не слышишь то, что происходит вокруг. Тоже, да, вот эти отвлекающие моменты, как бы отсекать. Ну, вот пистолетчики стреляют в наушниках, на винтовке, конечно, они здесь мешают. Вот поэтому раз, у всех беруши. Опять, видите, какие красивые. Все оранжевые, все зелененькие. Ну, потом, да, сейчас модно. Все красивенько. Обязательно, а как же. И разная всякая промышленность нам в этом помогает. Опять же, перчаточки тоже. Ой, промышленность просто, что только не творит. Такие цвета в костюмах начали делать. У нас появились розовенькие костюмчики, такие салатно-зелененькие. Ну, да, если раньше они были вот в основном такие темные, почему-то казалось, что такое сложное, да, сооружение, как вот этот, как бы, экзоскелет. Это скелет, который, да, вот снаружи одевается. Должен быть каким-то таким, грубо говоря, невзрачным. То есть сейчас, конечно, совершенно по-другому. Мало того, девчонки приходят и говорят, где я хочу вот такую цвет полосочку, а где вот таком. Мне, пожалуйста, да. Да, комбинирован. Да, они сами вот выбирают цвета. Ну, и потом сейчас уже даже сборные команды, когда одеваются, да, уже в цвет флага можно делать с надписями. Прекрасно. Чтобы сразу можно было своего спортмена идентифицировать в большом количестве, да, участников. Полина Хорошева пока после двух серий на второй позиции находилась, но все-таки уже там... На самом деле в финале сейчас борются у нас четыре девчонки за выход, кто поедет на чемпионат мира. Потому что поехать могут только три. А здесь у нас, да, четверо, которые борются. Это Полина Хорошева, Настя Галашина, Юлия Каримова и Юлия Зыкова. Служный выбор. Служный выбор, а тем более, что как бы мы смотрим результаты за весь год. И они примерно... Ну, с тем, что упражнение только с января начало как бы стреляться. И мы смотрим сейчас, кто на что способен вообще, в принципе. Потому что, ну, предположить раньше, что нам вдруг возьмут и сделают в два раза больше, ну, не мог никто. Сейчас я когда разговариваю, я говорю, девочки, ну, вот я не представляю, как бы я это стреляла. Это серьезное мужицкое упражнение. Да, это испытание, конечно, и нервов, во-первых, потому что долго и физически очень сложно. Три по сорок хочется. А вот плюс еще вот этот через час три по пятнадцать. Ну, это вообще... Девчонки, конечно, очень сильные сейчас. Ну, я говорю, мы пытаемся все-таки те, кто в сборной команде, сделать им серьезную такую подготовку, чтобы им было легче это все выдержать. Пытаемся все это донести в регионы, что, посмотрите, очень быстро вам все поменяли, сделали в два раза больше. У вас спортсмены должны хорошо заниматься. Да, нужно перестроиться, нужно заниматься физической подготовкой намного серьезнее, чем мы делали это раньше. После десяти выстрелов стоя у нас сейчас двое, которых худший результат, уйдут. Да, вот я сказала, что сейчас вот две серии всего, и две участницы с наибольшим результатом покинут финал. Останутся только шесть финалисток, которые будут доложать борьбу за медали. Из положения стоя лидирующую позицию по-прежнему занимает Юлия Зыкова. Юлия Зыкова очень хорошей себе, да, сделала. Оторвалась, да. Да, 362,9. Трудно ее уже оттуда. 4,2 Каримова. 4,6 ей уступает Полина Хорошева. 6,4 Иванова. 8,6 Галашина. И Таня Юшкова сейчас, ну так скажем, проигрывает лидеру 8,7. У Вероники Павлова и Валерии Филипенко сейчас самое такое уязвимое положение. Они могут... Татьяна Юшкова у нас тоже выиграла чемпионат Европы, но в 2003 году. Вот сколько у нас стреляют люди. С ума сойти, уже столько лет прошло. Ну что ж, одна серия в положении стоя позади. Напомню, здесь только две серии. И сейчас еще пять выстрелов, и мы узнаем шесть финалистов, которые будут продолжать борьбу за медали. Потом все очень быстренько. Выстрел ушел, выстрел ушел. Да, а дальше уже без права на ошибку, как говорят. В первых сериях еще что-то можно исправить. Там уже все. А вот тоже интересно, да, некоторые девушки. Держат винтовку на кулачке. А вот Юля Зыкова на ладошке тоже это. Ну вот это индивидуально как удобно. Это, да, индивидуально. Опять же, это все зависит от части тела. Если длинная вот эта вот часть от локтя до кисти, если вот поставишь ты на кулак, она же будет очень высоко. Поэтому они кладут на ладошку. Да, и винтовка не будет в положении ровного горизонта. Видите, вот, уважаемые друзья, какие-то нюансы. Иногда даже подчас смотришь со стороны и немножко можешь не понять, почему так или иначе. Вот хорошо всегда комментировать и общаться с профессионалами. Вот смотри, держит она на кулачке, да, видите, винтовочка у нее... Идеально ровно лежит. Да, чуть выше плеча. То есть у нее кисть на уровне плеча. Ну да, если рука длинная, то... А если она опустит сейчас на ладошку, у нее хоп, и винтовка опустится сразу. Опустится, да. Ну, опять же, это можно сейчас отрегулировать. Есть подставочки, да, вот подставка, на которой она держит рукой. Можно высоту отрегулировать. Но все равно, то есть здесь уже смотрят, в принципе, индивидуально, как удобнее. Потому что, опять же, если сильно выгибается рука... Ну да, должна быть еще гибкость в запястье. Должна быть еще вот что, стабильность должна быть. То есть положение должно быть стабильное. От выстрела к рукам должно быть одинаково все. Ну да, не должна гулять винтовка, не должна двигаться. Если рука будет гулять, скажем, с одного положения в другой, все, считайте, уже в центр постоянно попадать не будет. У тебя будет то в одну сторону, то в другую. Потому что десятка достаточно маленькая. Ты прислала вот я десятка. Как трудно в нее попасть. А сейчас вот туда уже современные стрелки с современными электронными мишенями 10 и 9. Фактически 11 попадают. Чего когда-то даже страшно было себе представить. Казалось, такого быть не было. Да, еще 20 лет назад, да? Ну что, там 10. Раз зацепил ее, она уже 10. А сейчас так уже не пройдет. Это всего лишь 10 и 0. Иногда даже подчас уже 10 категорически мало. Это уже считается, просто проиграл. Как только нам ввели десятые в пневматической винтовке, например, то сразу запросто все начали попадать 400 и 600. Если убрать десятые, начинают потом уже смотреть целые выстрелы. Говорят, ой, а это запросто 400 сегодня попало или 600. И вообще, а раньше-то ни за что влюбилось. Это тоже приятно. Значит, идет прогресс. Прогресс налицо, на самом деле. Я говорю с тем, что вот девочки 60 выстрелов стреляли, у них были результаты 85. Это надо было еще дождаться, когда они столько попадут. А теперь 585 два раза, это всего лишь 1170. Вот у нас, пожалуйста, раз, два, три, четыре результата за 1170. Девчонки выросли, у них появилось больше шансов. Мне даже кажется, что вот для, в любом случае, для занятий спортом, любым, и для продолжения занятий спорта, должен еще быть такой интерес. Мне кажется, вот в современном, да, стрелковом спорте, вот то, что вот и десятый, и вот это оружие, и масса нюансов вот этих, мне кажется, просто заниматься интереснее. Да, конечно, это надо любить, да. Такая многослойная, такие многоуровневые задачи, они вот особенно для современных спортсменов, мне кажется, они гораздо даже интереснее. Ну что ж, завершилась заключительная серия, которая была из положения стоя, и восьмое место занимает Валерия Филипенко. И седьмое место занимает Анастасия Галашина, с результатом 404 и 4 десятые. Ну и шесть спортсменов, Татьяна Юшкова, Раинька Павлова, Полина Хорошева, Юлия Каримова, ну и, конечно, лидер соревнования Юлия Зыкова. Продолжают выступления, но вот сейчас между лидерами уже начинается серьезная борьба, потому что сейчас после каждого выстрела уже будет очень серьезная борьба за медали. Здесь уже нету серий, здесь уже идут одиночные выстрелы, которые идут в зачет. Вот я сейчас смотрю, что потихонечку к лидеру приближаются. Татьяна Юшкова еще недавно выступала за Москву, сейчас в Татарстане. Шикарное стрельбище в Татарстане. Ну сейчас, да, мне кажется, у вас там в Липецкой области, в Татарстане, огромное количество вода и стрелков, они просто великолепно там организованы эфиры, организованы стрелковые центры. Без моей копы у нас нету винтовочников, я надеюсь, что так как стрельбище открыли, может быть они там скоро вдруг появятся, должно, я думаю, быть так. Любой спортивный объект, который вот в какой-то близости шаговой доступности, только так может сделать тренер со спортом, только так. Или до, или после, когда уже все, да, закончилось соревнование. На первой строчке по-прежнему Юлия Зыкова. 1,7 ей уступает Юлия Каримова. На третьей строчке располагается Полина Хорошева с отставанием 2,2. Уже сократилось между лидерами немножечко отставание, девочки уже бьются там фактически за медали. Да, но уже осталось-то тут сколько? Четыре выстрела. Старт! Да, пять спортсменок у нас сейчас в финале. Ну вот из Питер 2 юниорки, опять же. Что тебя не может не радовать. Ну, я все-таки за скамейку. Мне нужна конкуренция в команде. Если есть конкуренция, тогда есть рост результата. Есть результата, только так. Конечно, конечно. Вот реакция тренера в обмороке, по-моему. Иногда сидят и ничего не понимают, что происходит. Хотя делают вид, что все в порядке. Пятое место на чемпионате России занимает Мария Иванова. Итак, Мария Иванова. Пятое место на чемпионате России. Здоровительница Московской области. Мне кажется, вообще, во-первых, я иногда смотрю количество участников квалификации. Мне кажется, что расстраиваются спортсмены или спортсменки, когда там занимают шестое, пятое место в финале. Мне кажется, вообще, в принципе, у вас быть финалистом, это уже что-то невероятное. Потому что там из 70 спортсменов выйти в восьмерку лучших, это уже огромный подвиг. Не говоря уже о том, чтобы победить. Поэтому здесь, конечно, любое место в финале, оно очень и очень почетно. Все же перфекционисты, все хотят победить. Все хотят на пьедестал, конечно. Я, Маша, прекрасно понимаю, что она немножко разочарована. Вот она сейчас, видите, зависела прям даже в своих мыслях. Вот только сейчас начнется анализ, что было. Почему, да. Итак, нам не зря показывает Веронику Павловну, потому что именно она сейчас находится на вот этой зыбкой четвертой позиции. Очень выросла спортсменка сейчас. Еще недавно ее совсем не было видно. И тут раз-раз-раз пошла быстренько по ступенчикам наверх. Четвертое место на чемпионате России занимает Вероника Павлова, представительница Архангельской области. Вероника становится четвертой. Но, как говорится, с одной стороны это очень обидное место, а с другой стороны, смотря как смотреть, да, с какой стороны. Один шажочек, полшага на пьедестал. Очень рядом. Я думаю, что это хороший опыт для них в любом случае. Потому что и Веронике, скорее всего, и Маша еще выступает на первенство мира. Естественно, их тоже ждет Арбутер. У них после чемпионата будет первенство юниорское. У них еще отбор будет продолжаться. Но я думаю, что это такой серьезный шаг они сделали сегодня именно. Итак, Зыкова, Каримова, Порошева. Три девушки у нас. В финале. Как быстро Каримова прям мгновенно выстрел совершила. Ну, когда волнения какие-то идут, конечно, такой выигрышный вариант, это быстренько завести и нажать. Смотри, как выцеливает. Уже и Хорошева выстрелила. Сейчас очень сложно было, конечно. Очень сложно. Вот и выстрел такой. Ну, потому что она там попала. Десять попала. Да. Молодец. Вот она стойкость. Бронзовым призером чемпионата России по стрельбе из малокалиберного оружия становится Полина Хорошева. Полина Хорошева. Сохранила свою бронзовую позицию. Она становится лидирует бронзовым призером чемпионата России. Но Юлия Каримова еще сокращается отставание. Но Юлия Каримова продолжает наращивать свое преимущество. Нам об этом сейчас как раз говорит. Судея информатор. Даже совсем немножко разделяет уже с Юлией Зыковой. Юлия волнуется вот в этих финальных выстрелах. Ужасно волнуется. И немножечко все время в каждом выстреле Юлия Каримовой проигрывает. Хотя у нее был... Вот для чего этот запас и нужен. Когда начнешь нервничать. По лицу все равно не видно. И как мы, да, как мы у мужчин наблюдали при столичках эмоций. Такие все на лице. Девчонки, посмотрите, какое спокойствие удержат. Даже удивительно. Должно быть наоборот. Так, ну, теряйте ему аккуратненько надо. Итак, Юлия Зыкова, Юлия Каримова. Приключительный выстрел. Фактически одновременно девушке его сделали. И... О, смотри, у Юлии Каримовой сколько она проигрывала. Она точнее была в этом выстреле. Призером становится Юлия Каримова. Да, все-таки Юлия Зыкова хватило ее. Вот, как правильно говорят, да, надо все-таки вот этот отрыв из молока. По возможности становится Юлия Зыкова. По возможности, конечно же, делать. Потому что вот такие нервы на заключительном этапе соревнований. Вот Каримова прямо сейчас наращивала, 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 догоняла. Это очки изначально из Красноярска. Юлия Зыкова из Красноярска, Каримова была до этого из Красноярска. Сейчас она в Удмуртии. А так вот она, Красноярская школа, оказывается, какая. Ну вот теперь, да, можно дать волю эмоциям, уже порадоваться, поздравлять. Волновалась очень Юлия Зыкова. Волновалась. Вот перед этими заключительными выстрелами не очень получалось. Сейчас, по-моему, просто счастлива, чтобы был гандикап, и она все закончилась. Ну, слава богу, все закончилось. Ну что ж, Юлия Зыкова, чемпионка России. Юлия Каримова, серебряный призер, и Полина Хорошева на третьем месте. Ну что, довольна результатом? Да, я довольна. Хорошими результатами. Очень хорошие получились соревнования, такие напряженные. Очень интригующие. Вот смотрим, окончательно. Вот, 461, да. А 67,4 мировой рекорд. Мировой рекорд. Представляете, как здорово, девочки. Причем, смотри, Юлия Каримова, как хорошо догоняла. Фактически разошлись в трех десятых в итоге-то. А поначалу разрыв был до пяти баллов. Вот так. Ну что ж, это здорово. Это тебе, как главному тренеру, тоже информация к размышлению. Ну что ж, Татьяна Голдобина и Алланда Чен были с вами. Чемпионат России продолжается. Даша. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...